ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы собрались как коллектив, каким-то образом. Я, наверное, заряжал все-таки в то время идеологию этого коллектива. И энергетика, которую я обладал в этот период времени, она не чета сегодняшней. Вот, она была всепоглощающей, какая-то такая, как бы, такая уж гигантская, что, честно скажу, я долго думал, вообще... Я представляю себе на месте родителей, вот их спрашивают, вы такие интеллигентные, мама и папа, а у вас такие безумные дети. Что хотелось ответить родителям? Может, приходилось отвечать? Ну, наверное, ну, наверное, это какой-то определенный протест был. Ну, вообще, в принципе, те, кто помнит 90-е годы, это такой переход, только открывались все возможности. И так совпало, что наши возможности музыкальные тоже в этот период как-то стартанули, как мне кажется. Вот, не знаю, мне кажется, это как увлеченность музыкой, именно коллективом этим. Меня мало интересовала музыка в целом, вообще другая, или стать именно музыкантом, меня интересовало, чтобы этот проект как-то выстрелил. Поэтому, как бы, каждое утро просыпался с дурацкой фразой, ну, пляжусь, вставал и начинал действовать. Откуда появился этот бренд? Откуда название? Это очень странное, конечно. Я много раз в интервью отвечал на этот вопрос, как бы, да, действительно, довольно дебильная, как бы, предыстория. То есть мы ели, сидели на курсе, мы ели лосятину. Наверное, мало кто ел в это время лосятину, то есть мы тоже, наверное, ели, ее, может быть, один раз в жизни. Нет, потом я тоже ел. Один раз. Ну, на самом деле, как бы, какой-то такой полет мысли о том, что они пришла ли, а тогда, как раз, наверное, примерно пятилетие Чернобыльской, кстати, аварийки. И, как бы, а не прибежал ли это в Досе с Чернобыль? Почему так, я не знаю. В тот момент, как бы, стояло бы на вопрос, да, а как же назвать группу так, чтобы это вообще ни по написанию, ни по пониманию, ни по какому, этого не соотносилось с другими названиями. Тогда, кстати, такой креатуры, как сейчас, названия групп не было, поэтому у нас она получилась очень креативно. Очень сложная. Забыть такое название было невозможно. То есть, если бы я сейчас брендингом занимался, я бы, наверное, никогда не выбрал название, потому что я прекрасно понимаю, что должно быть очень простое, короткое название из пяти букв, которое легко пишется на английском языке и что-то значит на рынке. Было очень важно, чтобы был эксперимент заложен изначально в каждой, в каждом музыкальном произведении, в каждой фишке. Фишка была, конечно, очень оригинальная. Мы использовали рояль, то есть рояль плюс, скажем так, индепендент. Это в девяностом году был для узкого круга очень популярен. Индепендент. Не надо путать это с современным пониманием инди-музыки, это совершенно другое. Вот. Индепендент – это независимая музыка, американская, европейская. Это набор групп, которых, там, я не знаю, вы на видеокассете просто смотрите один клип и больше ничего не знаете. Интернета нет. Вот. Поэтому все представление об этом мире у вас строится из каких-то компонентов очень мелких, о мире музыки я имею в виду. И на тот момент, да, как-то мы создали проект, в котором использовался рояль в большинстве случаев, пианино либо рояль, но пианино реже встречались, чем рояли на площадках. Поэтому мы использовали рояль, у нас был человек, который играет на рояле, при этом сама музыка была индустриальная. С вокалом. Вокал был исключительно в перемешку русские тексты с латынью, и это довольно короткие формулировки, такие формулы словесные, звуковые, как бы, которые в этом составе мы записали первые свои, сделали первые записи. На студии американской. Приехали американцы, и мы сделали записи. Понятно. То есть приехали из форта-студии, и совместно была такая известная рок-газета Энск, в которой мы каким-то образом уже начали сотрудничать, потому что они писали обо всем новом, что было, и это была большая, толстая газета о рок-музыке, вот. Которая и перебечатками занималась, и свои материалы издавала, как бы. И благодаря вот этой вот связке, то есть с непосредственно редактором Беликовым, на которого вышли американцы и захотели записаться. Американцы, это была группа такая специфическая, готическая, она выстрелила, кстати, чуть позже, как-то в США к ней какой-то интерес есть, до сих пор можно найти отдельных персонажей сети, вот. Но это тоже вот то, что они понимают по независимой музыкой, то есть это музыка, которая делалась непосредственно этими людьми, и этими же людьми издавалась. И вот эти сборники, они издавали, которые записали здесь в России, они издавали там у себя, и там они выходили, показывали разным музыкантам, известным. Есть легенда о том, что Grateful Dead слушал наш альбом. И балдел. Да, но там, или, например, там, не знаю, Убийский Бойс, очень, очень похожая на нашу композицию, которая, я вот не могу понять, там, по годам, короче. Кто-то у кого-то расслежал. Да, но маловероятно, что это были мы, потому что у нас информации было мало. Что означает название этого альбома? Оно вроде бы на латинице, но совершенно не понятно. Там было две записи, которые выходили как на кассетах и CD, так и на CD, и CD, и все. Название первого альбома «Скриматка Гэмбас» очень сложное для понимания, там еще куча вопросительных знаков. Для нас оно тоже ничего особо не было, как бы, словотворчество такое, как бы, по пути, не знаю, так выдумалось на тот момент. Я вообще, как бы, здесь, скажем, за 2000-е еще за логику какую, как-то могу отвечать в 2000-е годы, а за 90-е нет. Мы были очень молодые, энергичные ребята, писал тексты я, потому что я учился тогда и на филфаке, и, в принципе, поэзией как-то увлекался в тот период. И они давались довольно тяжело. Проблема, наверное, была такая, что никто больше не писал тексты, поэтому мне и приходилось. Я вообще все делаю то, что другие не делают, тогда приходится браться и делать это самому. Поэтому тексты эти, ну, они самые разные, просто какой-то пример, наверное, вам надо привести, насколько. Они были по-своему некоторые радикальные такие, некоторые это... Ну, они были все короткие. Значит, например, такая известная композиция Гештальт, вот, она очень популярна была здесь, в городе, значит, звучала примерно так. Я тебе говорил непростые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. И если хочешь, меня кусай, и не хочешь, меня кусай, здесь и сейчас Гештальт. Ну, там еще какой-то... Вот примерно в каком-то таком ключе. Вот, очень такая была... Записи с тех времен сохранились, но они все довольно низкого качества, как и, в принципе, то есть, глядя на эти альбомы, то есть, понимаешь, что да. Вот, там, в Сибири, для американцев это было, конечно, удивительно, что вообще в Сибири существует какая-то жизнь. Жизнь, да. И какая-то инди-музыка, и вообще вот... Не индия, а индепендент, независимая. А тексты были такие лозунгообразные. Да, да. Четыре стены, пол, потолок. Пол, потолок, свобода, стучится, весок. Вот, некоторые были на русском, некоторые вообще были ни на каком языке, то есть, как бы... В общем, это борьба. Побороть-то удалось тех, с кем боролись? Ну, мы боролись, видимо, сами с собой. Боролись по-разному, с помощью алкоголя и других всяких вещей, как бы, расслабляющих. Поэтому отдельные участники группы побороли себя. Слава богу, никто из них не уложил себя в бюро. Кто принял решение распустить команду в ее тогдашнем виде и собрать фактически заново? Ну, мы на тот период съездили в Москву на крупные фестивали, назывался «Индюки». Выступали, там, я не знаю, с аукционом на одной площадке, в одном концерте с другими известными группами. Ногу свело, там только запускали вот эти все свои, как бы, основные. На самом деле, группа в какой-то момент себя сама по себе, как бы, изжила в этом составе. Потому что все-таки разные абсолютно люди и разное поведение, отношение, не знаю, отношение внутри. Мы начали ощущать, что как-то, да я не знаю, как бы, мы были все молодые, просто разругались на какой-то период. Пересобрались, убрали тех, кто пили на концертах, которые срывали концерты. Вот. Слава богу, этого человека нет сейчас здесь. Он хороший мой друг, как бы, до сих пор высокой креативности человек. Вот. Но, тем не менее, абсолютно невозможно было делать концертную деятельность. Но на тот период даже не стояло такого вопроса. Денег за концерты не платили, как бы, народ ходил, как бы, обычно это были большие, крупные сборники из группы, как бы. Ну, там выступила группа плохо, хуже, лучше. Ну, никто особо не обращал на это внимание. Вот. Когда наступила точка перегиба? А точка перегиба где-то примерно 94-95 год, когда мы вдвинули в сторону электроники и стали, убрали часть инструментария, в частности, живые барабаны. Тут надо сказать, что у меня брат, в общем-то, занимался музыкой. Он, в общем-то, он ученый, скажем так. По-настоящему ученый, живет в Академгородке, как бы, он там заплат, там, и много чего. Но он в какой-то период тоже увлекался и привил мне любовь к занятию музыкальной деятельностью. И он еще любил делать музыкальные инструменты. С нуля. Да. С нуля собирать их по журналам и по всяким этим. Поэтому на тот период у нас скопировали... Ну, у меня дома просто был набор каких-то странных... Сейчас бы, конечно, было очень любопытно использовать эти инструменты. Некоторые остались, они просто не в рабочем виде, уже все утеряны. Вот, значит, набор инструментов, которые были созданы, там, от барабанной установки полностью, электронной, очень интересно, звучащей драм-машины, какие-то усилители, ревербераторы, вот такого плана инструментарий, который мы использовали примерно... Все пошло в дело. Да, все пошло в дело. Плюс мы активно скупали за три копейки эти российские синтезаторы. Вообще, о них фильмы уже снимают, как бы, ВПК, военно-промышленный комплекс, и тогда как раз замещались вот эти заводы, замещали как-то свою продукцию военную. И очень большой поток синтезаторов середины конца 80-х, начала 90-х было вообще на рынке, они стоили недорого. И для иностранцев они до сих пор представляют большой интерес, там существует куча по этому поводу, как бы, скупают, в общем, за рубежом наши отечественные синтезаторы. Очень непригодные с точки зрения современной для использования музыкальной, но какие-то вещи на них можно было выдать. На самом деле, это студийный, как бы, выдать, это значит, ты настроил инструмент, сыграл один раз, и никогда больше не можешь повторить вообще то, что ты сыграл. В том-то и дело, я так понимаю, это был принципиальный отказ от концертной работы, фактически. Да, но мы использовали как раз на концертах, это было очень тяжело, потому что один синтезатор весит около, ну, не знаю, был у нас поливокс, он весит, наверное, 18 килограмм. 18 килограмм, я еще помню, в 2000 году мы вдвоем с Аркаши, Аркадием Хлобостовым, мы играли до 2006 года, мы с ним стоим на станции Агрыз. Вот у него еще набор инструментов, у меня вот этот синтезатор, и нас никто не встретил. Агрыз, это мы в Ижевск приехали в первый раз. Вот, то есть, как бы, это очень тяжелая вообще процедура перемещения с такими крупногабаритными товарами, а сейчас, наверное, это практически вообще невозможно, как бы, представить, потому что это очень дорогостоящее. Вы в самолет не войдете. Я уже с этим не могу войти в самолет бесплатно. Непонятно, как это надо перевозить. Ну, слава богу, пока нет. Для того, чтобы это вообще на самом деле звучало хотя бы приемлемо каким-то образом, приходилось менять оборудование. И менять вот это, и что-то покупать. Ну, слава богу, коммерческая деятельность как-то развивалась. Стали появляться компании, которые продают инструменты. Вот. Поэтому переход, конечно, в иную логику и, скажем там, на коробочки, которые... Я хочу заметить, что это еще докомпьютерная эпоха, как бы, ноутбука. 90-е товарищи. Да, 90-е, конец, скажем там, не знаю, 97-й, 2000-й, 2002-й, толком ноутбуков-то не было, да, вообще, в принципе. А если они и были, то они не были способны, там, как бы, работать качественно, музыкально. Качественную музыку, более похожую на то, что ты слышишь, как бы, я не знаю, даже по телевизору и вообще в продакшене, как бы. Вот это желание, наверное, мы потихоньку как-то стали менять инструментарий, вот. Вот, менять на другие, более дешевые денег всегда не хватало, тем более, что мы выступали бесплатно, довольно долгое время, примерно, я не знаю, там, да, до 99-го года. Никто не платил. Да и надо сказать, что когда мы начинали играть, клубов-то не было, вообще этой культуры не было. Вот, поэтому вот так. Благодаря изданию. Все, на самом деле, звучало хотя бы приемлемо каким-то образом, приходилось менять оборудование и менять вот это, и что-то покупать. Ну, слава богу, коммерческая деятельность как-то развивалась. Стали появляться компании, которые продают инструменты. Вот, поэтому переход, конечно, в иную логику и, скажем там, на коробочки, которые... Я хочу заметить, что это еще докомпьютерная эпоха, как бы, ноутбука. 90-е, товарищи. Да, 90-й конец, скажем там, не знаю, 97-й, 2000-й, 2002-й, толком ноутбуков-то не было, да, вообще, в принципе. А если они и были, то они не были способны там, как бы, работать качественно музыкально. Качественную музыку, более похожую на то, что ты слышишь, как бы, я не знаю, даже по телевизору и вообще в продакшене, как бы, вот это желание, наверное, мы потихоньку как-то стали менять инструментарий. Вот, менять на другие, более дешевый денег всегда не хватало, тем более, что мы выступали бесплатно, довольно долгое время, примерно, я не знаю, там, да. До 99-го года, там, никто не платил. Да и надо сказать, что когда мы начинали играть, клубов-то не было, вообще этой культуры не было. Вот, поэтому, немножко раньше все началось, как бы, началось с движения, которое, в 99-й год, мне вспоминается, это было интересно, как всегда, еще немного другая страна, опять же, такая, на вдохе, да, как бы, не знаю, там, оттепель, заканчивается банановая республика, но мы еще на вдохе. Водку уже перестали, или спирт, там, в киосках продавать, да, вот, начали, какая-то такая цивилизация, цивилизация появилась, культурные герои 21-го века, выборы Союза Правых Сил, и в Москву со всей России собирают всех культурных деятелей, причем это реально, как бы, было со всей России, то есть, там, всем этим занимался небезызвестный Марат Гельман, он был пиарщиком у Кириенко, то есть, Кириенко, Хакамада, кто-то там еще, вот, и я помню, что гостиница «Белград» полностью, это Москва, большая высотка в Москве, как бы, откупленная только для музыкантов, художников, поэтов, видеодеятелей, танцоров, и все съезжаются, а мы уже на тот момент довольно, ну, как бы, поскольку были активные, двигались много, ездили, то есть, мы там собирались уже, как бы, друзьями, вот, 99-й год, всем платят деньги, деньги платят просто суточные, прекрасные. Название – это «В поисках Золушки», да, или «В поисках Золушки», да, культурные герои 21 века, причем проходили, как бы, отборочные, в каждом городе проходили отборочные, поэтому, как бы, какой-то такой пиар, как бы, был… – Еще и локальный? – Да, локальный предварительно был, это все длилось примерно полгода до, и потом, вот, и мы туда выехали, соответственно, это уже был, не первый, может быть, но второй диск, где мы уже издавались, как бы, ну, и вообще культура дисков, забытая теперь. Наверное, как бы, помимо того, что существовало, вообще, надо про некий русский рок сказать, да, то есть, как бы, вот, от него существовал, да, русский рок, который плавно вышел из 80-х, продолжил свое шествие, ну, требовались какие-то альтернативы, в том числе для клубов, для какие-то работники, так сказать, культурной сферы, вот, мне кажется. И поэтому, ну, и разумеется, как бы, вот, скажем так, Ижевск считается столицей электронной музыки, вот, в России, того периода. Сейчас об этом, это очень спорный, как бы, вопрос, и вообще уже об этом мало кто говорит, но на тот период, да, там было, вот, я не знаю, Мы приезжали туда на фестиваль, то есть на фестиваль 20 групп выступает местных, и все они играют довольно сносно, а среди них прям прекрасно, вот. В частности, вот этот трек сделал Максим из «Бурундук-Квартет», это ремикс на нашу композицию, вот. Один из этих коллективов также издавался на лейбле «Экзотика», ну, тут мы уже сильно углубляемся. Была такая программа «А», программа «А», если кто-то помнит эту передачу, в 90-е, в программе «А» впервые показали, скажем, вот эту электронную сцену, потом провели несколько фестивалей в Ижевске, вот, нас временами незаслуженно называют «Ижевской группой» случайно, потому что мы как-то в этот список попадали, и почему-то считалось, что можно и такую концепцию притянуть за уши. Но заслуга наших-то музыкантов где-то зафиксирована или нет? Кем-то признана? Ну, теперь она, может, когда-то, она бы вот в этот период казалось, что она прямо вот в 7-е признана, а вот, а сейчас кажется, что это все просто забыли, да, а? И у меня тоже память плохая, я практически ничего не помню, так гляну, о! Ну, если так бегло, вот прямо по календарю пройтись, какие страны «Юклиалойс» посетил в 99-м-2003-м годах? Ну, в Финляндии, в Финляндии мы ездили с гастролями, как раз презентация альбома, там был прямо и Хельсинки, и Турку, вот. Затем мы издавались в Австрии, мы издавались в, да, собственно говоря, фестиваль «Сонар», вот. Аркадий у нас ездил на фестиваль «Сонар», это, кстати, прямо такая выставка, для тех, кто не знает, выставка народных достижений мировых в области электронной музыки, диджеинга, техники всего подряд, ну и с концертной программой, вот. Там он как диджей представлял лейбл, и, как это ни странно, они издали наш трек, который «Космопикник», вон Алекс сидит, подошел, он как раз и является автором этого трека, вот. «Космопикник» потом переиздавался на кучу всяких зарубежных лейблов, и была такая волна, когда они переиздавали его в течение, там, я не знаю, лет пяти, как бы выходило на разных сборниках лаунжевых, вот. А вообще, то, что мы попали на «Сонаровский», туда ни один российский исполнитель, насколько я знаю, до сих пор я познакомился, мы как раз еще с Аркаши вдвоем были в Томске, и там был какой-то саксофонист на теплоходе, там кто бы стал разбираться, день рождения какой-то радиостанции, теплоход гуляет, что-то мы играем, как бы, какой-то там, вот с этими большими коробками, и какой-то саксофонист там, с усами, вот. И так получилось, что то ли я с ним в один номер попал, и, в общем, у нас было какое-то, и мы с ним вместе уезжали, и как-то так зацепились языками и по дороге, и умудрились подружиться очень быстро, вот. Такая случайная история. Вот, мы решили играть вместе, попробовать сделать концерт, и в тот период, кстати, это было любопытно, потому что Тимофеев, как бы, именно хотел реализовывать, первоначально он хотел реализовать ряд своих композиций, которые мы и сделали. Ему не хватало, как раз, электронной поддержки. Ну да, да, ему хотелось, как бы, какого-то такого звучания, нового. И далее уже было сделано несколько проектов, в том числе и с контрабасом, с Аверченковым, и с Серебренниковым на клавишах, и... Вот, и у меня, кстати, они есть с собой, и я их готов включить. Они изданы, потому что довольно... В тот период довольно сложно было качественно отписаться в студии, как я понимаю, финансово, в том числе. Дорого. 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 И дорого, и как-то все время мы как-то были заняты. Вот. То есть сыграть – это одна история, как бы. И то требовалось, как бы, репетиций, потому что все вылеталось с головой. Вот. А записаться так руки-то и не дошли. Поэтому мы опираемся на то, что нам известно, собственно говоря. Например, композиция вот этого прекрасного босса Пари. Она длинная, поэтому я ее сейчас попробую. Известность как вот такого электронного музыканта, человеку, который делает деньги. Нет, мешает само кадровое агентство заниматься музыкой. Скорее, вот как-то так. В моем случае, она находилась в Омске мне практически 5 лет. Пришлось жить и тут, и там. Как-то в разброс все это было дело. Честно говоря... Оно того не стоило? Ну, я не могу сейчас сказать, как бы. Стоит ли заниматься в России бизнесом? Такой вопрос. Вот. Но на эти годы пришлось выключиться из музыкального процесса или нет? Да нет, конечно. Мы вот с Аликом выступали, как бы. В основном какие-то коммерческие, плюс вот Интера пошла, да. Какие-то вещи, скажем, делались. Ну, музыкант, если он занимается музыкой, он должен заниматься музыкой. Он не должен заниматься чем-то еще таким. Особенно вообще, как эфемерно, чем-то в стороне. А вот теперь возраст, наверное. Все так, все хорошо было бы ко времени. Возраст, семейные какие-то вещи, как бы дети. Все это, конечно, отвлекает. Вообще, для меня лично, я не знаю, как бы. Я музыке отдавался до девяносто какого-нибудь там седьмого года, мог собой располагать. Потому что у меня никого не было. Ни гайки женщин не было. А потом появились обязательства. А потом, значит, да. Ну, ты же знаешь, Антон, у нас в этой книге про имена написано. Первая половина жизни очень свободная и спокойная. Можешь предаваться. А вторая, она посложнее. А потом она в ответственности уже. Да, она вот это. А теперь это паранойя постоянная, да. Тревожно-ответственный тип. Как-то атакует. Теперь, лично мне, вот хочется заниматься тем, чем мне интересно заниматься. И без полумер, в принципе. Вот. Не знаю, насколько это, ну, вам все пришло, как бы, будет интересно. Вот. Видимо, да, мы будем заниматься этим всю свою жизнь. Я вчера чуть посмотрел какой-то концерт. Там группу Queen увидел в нынешнем составе. Вот. Выйти из процесса невозможно. Да, выйти из процесса невозможно. То есть, просто его можно иметь в меньшей степени, в большей степени. Можно исключительно заниматься, скажем, издаваться и продвигать, не знаю, там, себя показывать в интернете. Теперь, как бы, возможности все есть. Можно с людьми не общаться. Или отказываться. Или вообще концерты не проводить. Вот если тебе... Ну, вот мне, например, не нравится сейчас концерт. Как у нас получаются концерты здесь, в Новосибирске. Соответственно, их... Что не нравится? Не нравится ни организация, ни оплата финансовая. Как бы, ничего не нравится вообще. Вот. Это прям... А другие города и страны? Ну, а другие города и страны... Я уж насчет этого процесса... Процессов очень долго думал. То есть, не знаю, наверное, нам нужен директор, который бы занимался, молодой парень, который прекрасно ориентируется и контактирует с людьми, которые сейчас занимаются организацией концертов. Просто невозможно говорить на одном языке с... Ну, вот, скажем, я не могу уже говорить, там, не знаю, с 18-20 лет. На концерте. Наверное. Потому что мы сейчас в форме... После такого довольно плотного затишья... Не знаю, какого-то затишья, да? Мы с Аликом делаем очень конкурентноспособную музыку. Да даже не конкурентно, просто великую музыку. Что уж говорить, конечно. Вот. Да и как и вся в прошлое, я опять оглянул. Так забываешь вообще, как бы, какой у тебя материал. Тут что-то начал готовиться, послушал. До сих пор удивляюсь. Неплохо, неплохо. Да, думаю. Это особенно... Такой эффект есть, когда ты только что сыграл, и вроде тебе не нравятся какие-то там огрехи, еще какие-то вещи. А проходит... Ну, тут уже, как бы, проходит 10 лет. И ты случайно включаешь эту запись, и понимаешь, что... Я бы на концерте такой группы был бы в восхищении. Вот тут мне Владимир Шибанов написал, он в Питере сейчас живет, говорит, пошел я на группу «Скальпель». Ну, есть такая группа, как бы, и мне она известна, именно, как схожая с нашей. И вот он пишет, типа, я не могу понять, почему... Почему... Не вы тут на сцене, потому что, на самом деле, как бы, по материалу все то же самое. Ну, как бы, уровень тот же, либо... У нас можно, например, просто заказать какое-то, как бы, озвучивание мероприятия, то, что вот мне нравится меньше теперь, но зато оно как-то финансово... Тогда мы будем думать, как бы, что подключить. Если нужно, мы можем пригласить, там, Тимофеева, как бы, вот... Как-то состав, в принципе, не знаю, еще в 2012 году мы в Кемерово в шестеронке. То есть, как бы, у нас был и вокалист, и рэпер-негр, и вокалистка, и скрейчер. Как бы, вот такой состав и мы с Аликом. А так, в принципе, костяк, это два человека. И этого достаточно сейчас. Потому что сейчас время маленьких концертных площадок, время компактности какой-то взял, пришел, включил. Не знаю, на трех маленьких колонках прозвучал. Что-то, не знаю, что там, кто-то порадовался, кто-то поел. Еще вопросы? А, DVD? А, DVD были? DVD-видео? Видео-фильмы. Ну, видео-фильмы мы о себе не снимали. Хотя, в принципе, конечно, мы можем. Я почему спрашиваю? Просто вы, на самом деле, вообще не без раля, там, 657. Вот на этот фестиваль все равно. Реально, это лучшая номерация. Угу. То есть, это вот, всякие грудные номера открытают, это вот интересные. Угу. Вот. И еще вопрос, что вы не писали в студию, в СМОФИ, он в случае. Но, опять же, обращаясь, я говорю, вы именно СМОФИ и визуально-фильмы. Угу. Почему эта вот сторона была просто так отброшена? Хотя, я считаю, что... Да, она не отброшена, она как бы просто спрос на... Вы сами смеетесь. Но при задании Ютуба говорить про плохой спрос невозможно. Катричный спрос? Ну, не много. Может, после этой инстанции, это было действительно толчок, скачок. Вот это вот, толкование. Популяризация. Я не знаю, как бы, как входить в воду, мне это непонятно. Ту, которая, в общем-то, уже утекла во вторник. Вот. Я не исключаю такой возможности. Но что значит заняться? Встать и перезаписать все вещи? Вот мы попробовали вот эту вот вещь, которая, кстати, прекрасная композиция с точки зрения, как бы, именно мелодики и всего остального. Но, как бы, мы ее попробовали пересобрать, а у нас что-то попало, получилось, как бы, и пришлось ее не использовать. Вот. Во всяком случае, пока. Вот. Зреет. Да, может быть, зреет. Потому что мы знали, что она прекрасная, это хит, как бы, и его бы надо как-то восстановить. А вот пока теперь просто слушаем старую запись. Еще вопросы? Я предлагаю... Во времена Ютьюба, я не думаю, ну, есть у нас видео на Ютьюбе, я же не хочу сказать, что у нас вообще никакого нет промоушена. Но я, например, вижу отклик. Я не знаю, мы делали крупный проект с маркеловыми голосами. Он, в общем-то, скажем так, любопытный, как минимум. И довольно там были, как бы, понятные музыкальные номера. Но просмотров это не увеличивает, как бы. Там больше полутора тысяч, скажем, на Ютьюбе просмотров нет. Ну, это были просто съемки из зала, правильно? Ну, да, не клипы, конечно. Нет, я говорю про то, чтобы собрать... Ну, это тогда мы говорим о финансировании. Мы как-то никогда с деньгами, во всяком случае, не работали. То есть, или никто к нам не пришел. А мы из своего кармана, разумеется, у нас не было таких возможностей. Таких карманов пока не сшили. Да, сшили, да. Слишком большие. Кстати, а карманы. Я поняла, что у нас с ГОЧИ трудно заработать, а еще какие последующие предоходы? Ну, да, разумеется, я-то работаю... Ну, сейчас не работаю, но вообще, в принципе, работаю. Последнее место работа в Победе я работал. Директором персонала. Вот, это тоже, опять же, когда ты увлечен вообще музыкой и творчеством, нечего вплетать в эту всю историю работу. Работа, это, она как бы... Тут тоже по-разному. Я до сих пор помню разговор с Кравчуком, который сказал, я ненавижу вот это вот, типа, я каждый день хожу на работу и играю музыку. На этой работе. Поэтому у меня ничего не остается для творчества. В свою очередь, далее, как бы, тут ты ходишь на работу вроде другую. Он-то ходил, ладно, музыку играл. Вот, как бы, ну, когда ты ходишь, у тебя и там вся энергия уходит. На работу просто вообще. Не знаю, как бы, я смотрю, как в зарубежных странах это устроено. Обычно они тёплые даже. Какие-то... Как-то там в фильмах показывают приятных людей, которые, как бы, получают, сидят на каких-то грантах и спокойно занимаются творчеством. А их страны рады, страшны. Что у них... Но вы делали попытку получить грант? Что-то я не помню, что у нас есть вообще, в принципе, гранты, которые... Да, были, конечно, гранты от фонда Форда. Что-то мы получали. Какой-то такой период. Вот. Поэтому... Нет, разумеется, как бы... Мне кажется, чисто музыкой заработать... Ну, сколько можно заработать музыкой? Музыкой можно заработать... Зарабатывают музыканты, которые играют каждый день. По три тысячи, я не знаю, по три тысячи они получают в день. Там, или меньше, по полторы, как бы. Я знаю, что кавер-группы, как бы, могут. Но это довольно такая... Опять же, ты творчеством-то не можешь. И ты не собственной музыкой зарабатываешь, а, как бы, исполнением чужих композиций. И для взрослых людей нет никаких гарантий. Нет никаких гарантий, опять же. Сегодня заказали, завтра могут заказать. Наверное... Не знаю, но это не моё. И вообще и не наш. Как бы, что-то каждый день бежать и где-то... Работать там, где люди едят, как бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 спасибо огромное спасибо большое